Новый Оу Цуцуки, но не шибай? История Боруто чуть не закончилась на этом моменте, а его протектор живет своей жизнью. Эйда собирает девичий храм. Что? Дэймон официально сливает файти Борути. В покининах на пиеспишке. Все это и не только. Нас ожидает в 76 главе манги Боруто. Что ж, начнем наш ритуал. Не обращайте внимания на юморное предисловие. Мы будем говорить на серьезные темы. События и напряжение в манге меняются с бешеной скоростью. По спойлерам пролетела мысль, что глава будет проходной. Но это не так. В начале главы Эйда, видите ли, устала. И из этого пришлось прервать и перенести важный диалог с Амадо. Но, как оказалось, это все тоже очень важно. И из обычной, казалось бы, посиделки удастся вычерпать много полезной инфы. К Амадо мы еще вернемся. В обычной, казалось бы, бытовой атмосфере работа Шиноби продолжается полным ходом 24 на 7. Из-за некого дискомфорта Эйда подпускает к себе Сараду и Сумире. Тем самым мы узнаем, что на них приворот не действует. Из их диалога мы понимаем, что, скорее всего, это потому, что Сарада влюблена в Баруто, а Сумире в Каваки. Хоть и раньше была влюблена в Баруто. Насчет Сумире и Каваки я могу ошибаться. Но взгляните на Сумире, которая покраснела, когда упомянула о Каваке. А Сарада покраснела, когда Эйда задала вопрос про Баруто. При этом обе не околдованы Эйдой. Скорее всего, это служит неким дефом против чар. Также на примере Шикадая стало уже точно понятно, что для того, чтобы шизануться по ней, нужно ее разглядеть. Но почему тогда Шикомару все-таки попал под ее действия? А с Сарадой и Старостой все ок. Ведь у него есть любимая жена Тимари. Да, он попал под технику, и она действовала на него как-то необычно. Он мог сопротивляться, но ее действие все нарастало и нарастало. А во время прибытия Эйды, Дэймона и Амада на вокзале Шикомару чувствовал себя норм. Благодаря этим деталям у меня складывается теория, что это никак не связано с привыканием к технике, как где-то я об этом слышал. Это связано с доверием самой Эйды. Шикомару втерся к ней в доверие, и поэтому она, так скажем, подпустила его к себе. Непроизвольно ослабив эффект этой силы. В случае с Радой и Сумире, скорее всего, это работает так же. Она им доверилась, и приворот не работает во всю силу, плюс девочки влюблены в парней, что служит тоже неким дополнением к Дэфу. Соответственно, если Сарада и Сумире как-то спалятся, и Эйда почувствует в них врага, то она все-таки сможет их обездвижить, как сделала это с Шикомару. Я считаю так. А премию Оскара у нас забирает Амада. Дед слишком переигрывает. Но не верю я его слезкам. Что мамашики, что Эйда, хоть и не прямо, подтвердили о том, что Амада немного пиздит. Он большая часть из того, что он сказал, правда. А чё по остальной части? Э, жопу ставишь, что дочь, которую ты моей кармы воскресить собираешься, не станет каким-нибудь там новым у Цуцуки, а? Вот такой прямой вопрос Амаде задаёт Каваки. Я не знаю, как это обернётся, но я уверен, что других вариантов у меня нет. Чё за хуйня? Это суперстрёмный ответ, алло. После такого ответа нужно сладить его дядю куда подальше со своими экспериментами, причём сразу. Но пока все переваривали эту инфу, Эйда резко устала и тема замялась. И отсюда мы плавно переходим к новому у Цуцуки. Да, это не кликбейт. Посудите сами, как человек в лице Амада получил доступ к телу Шибая? А? Вопрос, на который никто не спешит искать ответ. Я считаю, у Амада есть какой-то договор с самим Шибаем. И тот любезно позволил юзать его способности в обмен на то, что в тело Дельты вернётся Шибай или кто-то другой. Как мы знаем, у Цуки работают в паре. Что если Шибай поглотил свою пару, как Мамашики, чтобы ловлапнуться? Но как-то там провернули эти шуры-муры с ДНК и кармами, и в итоге тот вернётся в тело Дельты. Просто тогда способность приворота Эйды можно объяснить. Можно объяснить, что это способность того самого кореша Шибая. Потому что, как мы знаем от Мамашики, Шибай не обладал такой силой. А кто ж тогда обладал? Ведь создавать Шинзюцу люди не умеют. Амада максимально троит. И говорит, что не уверен появится ли новая у Цуцуки или нет. You know? Переварите эту инфу. А теперь, что касается концовки главы. Реальная цель Каваки оставаться защитником. И убивать Оу Цуцуки, но включая Мамашики. А Мамашики в Баруто. И тут он палит Баруто, общающегося с кем-то, и всё понимает. Почему погоня будет за Баруто, а не за Каваки? Баруто, после осознания прошедшего видения о будущем, начинает вертеть в своей голове слова Мамашики. Те самые. Твои голубые глаза лишат тебя всего. Причём, несколько раз за главу он задумывался об этом. В конце главы Каваки палит, что Баруто говорит с Мамашики. Скорее всего, Баруто начинает верить в те слова Мамашики. И решит всё-таки постараться предотвратить страшное будущее. Избежать его. Изолировав себя от деревни. Изолировав себя от всех. Чтобы не навредить никому. Потому что просто сидеть и ждать этого дня Икс он не может. Притом, при всём, я думаю, что это будущее случится очень скоро. Но почему? Ситуация очень сильно накаляется. Что вокруг Эйды, что между Каваки Баруто и Мамашики. У них так вообще конечко. Я не знаю, как эту ситуацию разрулить иначе. Кроме как попытаться либо объяснить холоднокровному Каваке, что всё ок, что будет практически невозможно, ибо он уже быка врубил. Либо давать полный газ сейчас, что скорее всего может произойти из-за безысходности. Плюс ко всему уже конец года, и я не думаю, что эта движуха в манге просто так началась. Это, видимо, подводка к самой настоящей движухе. Очень ожидаем 77-ю главу, которая выйдет 20 января. Она обязана дать ответы на многие вопросы, которые повисли после моего разбора, как у меня. Так мне кажется и у вас. С вами был Ганзи. Ари Ведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok